Сериал создан по мотивам реальных событий. Отдельные персонажи, имена, названия, инциденты, локации и факты придуманы с драматическими целями. Любое сходство с именами, характерами или историей кого бы то ни было, не преднамеренно и случайно. Друзья, всем привет. Сегодня у нас суббота. Я пока что еще без машины. На машине жены катаюсь. Но работы много, поэтому не могу я откладывать. Вообще мне обещали в пятницу, ну как обычно. В пятницу, потом что-то не так. Теперь воскресенье. Может быть. Неожиданно. Два дня назад было плюс 20, один. А сейчас пошел снег. В Москве пошел снег. Не знаю, как видно. Надеюсь, видно. Вот, Артур пока учится. С машиной будет кататься со мной. Сегодня я один, ну как один, с Димой. Это мастер, который тоже, как бы, можно сказать, в ученики. Он уже нормальный мастер, то ненормальный в том плане, что у него есть какой-то опыт. Он делает холодильники и может измерить сопротивление ТЭНа и так далее. Вот, заявок у него тоже своих много. То есть он делает холодильники, но ему звонят, он делает там и посудомойки, и мильки там, и все подряд. Поэтому, я думаю, его обучить, и у него очень много работы в перспективе. Ну, по сарафану я имею в виду. Сегодня у нас, я сейчас еду в Подольск. Наверное, не буду записывать видео, либо супер короткое. Просто подключение мили. Сатиралки. Ну, и сушилки. Все. На канале это уже было. Всем все понятно. Очередное подключение мили в Подольске. Потом мы едем на Bosch E15. Потом мы едем на Electrolux Negrit посудомойка. Bosch E15 тоже посудомойка. Потом мы едем на посудомойку. Снова люкс бьет током. Вот это более-менее мне пока что интересная заявка. Ну, не мне интересно, а для видео интересно. Все остальное банально. Буду включаться, показывать вот так, вот так. В такой случае E15. Потому что вот грязно, вот так вот так. Особо снимать не буду. Не хочу больше делать 3,5-часовые ролики. Буду все-таки делать 1-2 дня. Не больше. И побольше интересных случаев. Потому что 3,5 часа я рендерировалась 2 часа. И заливалась на YouTube еще 3 часа. Это 5 часов на это. Ну, еле как успел. Завтра у нас день будет f20 мили. Один год. Один год, да. Потом будет сушка. Потом что-то. Потом снова мили. Мили 32,41, по-моему. Ошибка проверить залив слив. Короче, милик будет очень много. Работы много, контента много. Все, увидимся на заказе. Такое не получилось. Небольшое сложное подключение. Здесь у нас слив с робот-пылесоса. Сюда. Это уже было. Поэтому я докупил только этот переходник. Здесь у нас слив стиралка. Слив сушилка. В принципе, все. Сушилка была полтора года назад. Здесь мы делаем первую. Хлопок 90. Первую мойку. Все работает. Очень тихо работает. Ну, это последняя серия. Они всегда очень тихо работают. Ну, это хорошо. Предварительно немного налила. Потом, естественно, долюется. Все установлено. От Windows настроили. Тоже установили. Да, по поводу чистки. Раз в месяц. Там есть просто функция в настройках. А чистка. Да, я запомнил. Все, тепленькую водичку. В этот контейнер многоразовый. Нажимаем пуск. Раз в месяц обязательно. Либо после замены этих. Ну, я рекомендую просто хотя бы раз в месяц. А, то есть, он же вот почему мы вытаскиваем вот этот вот. Да, вместо их сначала контейнер один. Нажимаем пуск. Потом он говорит, поставьте. В отсек 2. Контейнер 2. Нажимаем пуск. Раз в месяц. Ну, это в любом случае надо купить этот самый вам. Многоразовый. Многоразовый, да. Не, конечно, если он закончится, можно сделать дырку. Ой, ладно, мы не будем забывать. А как они вообще планируют, что кто-то будет чистить, если, ну, типа, оно не идет в комплекте? Или, они говорят... А, ну, это как у айфона. В комплекте не идет зарядка и покупайте. Понял, понял. Да, это уже теперь так и работает. Нет, это обслуживание без проблем, потому что... Надо обслуживать, да. Техника классная. Конечно, конечно. Так, все, тут заглушили у нас тут было. Сделали аккуратно. Здесь хомута не надо, он распор идет. Здесь на всякий случай оставлю. И, ну, вот так вот. Работать, по крайней мере, это будет. Это все заводское до меня было, я тут не переделывал. Ну, и подключение аэроборока тоже. Так, все, погнали. Так, подключили. Я даже не показывал, потому что у меня есть на канале уже видосы. Показываю просто свой рабочий день. Едем сейчас в метро Орехово. Нам ехать 51 минута 45 километров. Вот так вот, маска. Удобно, конечно, снимать. У меня нет крепления для камеры здесь. Пришли, кстати, новые батарейки. Посмотрим, сколько этой батарейки хватит. Беленькие такие GoPro 12. Блин, дорогие. Вообще, тысяч семь стоили две батарейки вообще. Ну, вроде как они очень-очень долго держат заряд. И не будет такого, что я снимаю, потом бам, села батарейка и все. Я уже либо мысль потерял, либо этого не заметил. Дальше начинаю работать. Вот. Все, увидимся на заказе метро Орехово. А я не помню, какой заказ. Либо Е15, либо посудом. Ладно, увидимся там уже. С Димой будем работать. Димой буду объяснять, что да, как. Да, по трубах норм. Здесь вот чуть-чуть. Здесь, видишь, вода вроде свежая. Но, опять же, это, может быть, мы ее переворачивали. Она натекла, вот какая-то грязь. Здесь я именно вот каких-то потеков не вижу. Это как раз-таки старого поколения посудомойка. Можно сказать, второго. Без актуатора. Да, у Люкса его нет. На новых нет. На новых тоже нет. Здесь все окей. Ряд у нас старый. По-моему, стаха даже. Не вижу пока что сейчас. Тену на вас проточный. Он вон там находится. Ну, тоже как и положено. Отдельно, да, если что? Да, если что-то отдельно. Надо еще к нему, конечно, подобраться. Это целая история. Короче, может быть, здесь все нормально. Здесь тоже все нормально. Здесь не вижу подтеков. Хочу проверить Тен. Хочу проверить Тен. Суть это в этих Люксах. До него добраться. Щупы у нас. Вон, где-то, где-то там. Ту-ту-ту. Ну, надо было верхушку снимать. Боковушку, вернее. Через боковушку подлазить туда. Чем, в принципе, сейчас и займемся. Здесь какие-то подтеки. Понятно, откуда пока что. Еще видишь, 10 минут он отработает. Возможно, мы просто поддон не будем снимать. Потому что вот так открутим. И посмотрим, откуда течет. Но для начала, если выбивает автомат, первым делом просто проверим Тен. Ну, да, как текути. Термик красный. Это не термик, это датчик мутности плюс датчик НТС, температуры. В основном это датчик мутности плюс 4 провода. 2 на мутность, 2 на температуру. Так, ну что, давай боковую стенку снимем. Доступ, конечно, у Люкса тут. Все как обычно. Видишь, летая конструкция. Надо вот это вот снять и оттуда попробовать. Мегаметр вот в дополнительном отсеке. Не-не, длинном такой. Такой же только этот. Такой желтого. Тен вот он. Тен вот он, от него патрубок тоже вроде не течет. Страшных денег стоит. Ну, конечно. Здесь, здесь, здесь чуть-чуть какие-то потеки, но это характерно для Люкса. Таха. Таха. Таха, Таха. Ладно, давай посмотрим. Это Люкс, конечно. Как же я давно Люкс не видел. Сейчас. Держи одной рукой вот этот. Ну, оттяни вот этот. О, все. Снова. Ну, что? ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 да вода попадает видишь ничего нет здесь у нас водичка попадает ничего тут не коротит подъездчиком там не можете нет может вот она это вода грязная причем может быть из-под насоса набегает насос просто не так сильно тут ведь видно конечно потек вот так так целый целый ну прочно запускать сейчас запустим посмотрим ты за водички выбивает здесь марта поддом быть я просто ничего такого не видно два присоста то ты видишь две трубки два присоста то знаешь почему на пристата ну и почему один измеряет уровень воды 2 как предохранитель от случайного включения антенна это второе защищает если воды не будет но один там жиром покроется во вторую не даст не даст включить тем чтобы толку у них чтобы не это не сгорел один у нас электронный нет у нас 22 механические до 1 через но не есть которую эту лодочке не от этого старого это еще ставка если здесь греет то стану они надежные же которые все надежно до того как она сломается ладно давай ставим и просто буду смотреть где течет будем ждать связь с атмосферой да 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 ну вот этим можно даже не объяснять короче я чё-то даже сразу не понял я думаю вот отсюда она течет течет вот так вот туда и она попадает бы буквально на эту и все не вы не вылетела высохла давайте так скажем дать силиконом мы особо не любом короче в любом случае сейчас мы сделаем как мы запустим ее дадим поработать и больше десяти минут если она здесь у нас не выбивают пробки вот это все чистим чистим термостойким герметиком все это все зачистим термостойким герметиком и счастье да у вас жесткая но вот смотрите вы там смотрите рекламу вас 3 в 1 10 в одном ставите режим ну видите сочится вот уже мокрой здесь вот она вот она сочится вот видишь это то она еще не разогрелась при температуре если она еще расширится в общем так все вырубил все вырубил смотри уже уже это смотреть да нет вы выключила вообще включите включить да выключите даже ничего не смогли сделать так здесь вода это это просто проблема это не наша основная проблема вон вода все там вода преимущественно больше сзади был такой высокий стендарь не может тупо просто снизу посмотреть было вода вот я вижу под насосом вот вода вот вода по ходу мы его не видим но патрубок патрубок этот течет и вон он на тэн попадает до его водичка он капли на тэн попадает вот этот патрубок вот этот патрубок по ходу под замену мы не видим но так еще раз открой вырубилась а это я же выключила короче надо включить вот этот патрубок по ходу под замену и она идет идет по стенке вот они капли и выключай так пока не включайте автомат значит нам надо давай сделать сейчас короче воду уберем и просто слив поставим и все суши ну я думаю я думаю может быть его просто на герметик посадить аккуратно сейчас брать воду с контактов ты на вот здесь вот ну его здесь не ну вот он включаете до включается на контакты попадает еще потому что сколько я делал вообще вот на проточных посудомойках тэн это действительно какая-то редкость он он либо в обрыв уходит либо либо не ломается чё поставим и просто слив любая программа начинается со слива сливной тоже работает нормально так все нормально 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 давай снимем что давай откручиваем посмотрим что то возможно делаемся просто чисткой и герметизации чтобы патрубок не ехать что-то мы сейчас все сделали ну и сверху естественно тут тоже сочится все это должен все это мелочь что-то рвалась уже ну я думаю мы давай зачистим и тормостойким герметиком мы сделаем в любом случае так здесь делаем так если вдруг да нет это поможет у меня хороший герметик если вдруг не поможет но тогда будем искать просто это достаточно я даже не знаю но новость я честно говоря сейчас не знаю но машинка она возрастая на разборе это точно будет в каком она состоянии вот здесь лишь один виток сорван но это ничего страшного да мы закрутим на эти два и здесь уплотнительная резинка она что же со временем устает то есть здесь просто обезжириваем все чистим и поставим на герметику все термостойки запускают только завтра ну как либо сегодня ночь это все нормально за что бывает у них вот этот рвется патрубок вроде сейчас на хорошем состоянии ладно все делаем герметизируем и собираем так промазали здесь аккуратно промазали зачистил что в следующий раз видеть потеки закончили посуду при свой случай такой сначала был очень интересный до того как надо было сразу эту боковую стенку снять что-то вообще даже не подумал у них еще бывает вот это вот оранжевого цвета патрубочек как у актуатора на бош тоже бывает рвется но я на него посмотрел он не рвется думаю ну ладно значит нормально сама посудка то хорошая сейчас мы едем на е15 через 20 минут будет там посмотрим что там либо я 15 либо актуатор либо больше вообще на больше когда едем на посудомойку нужно с собой брать один актуатор одну прокладку и два насоса большое и среднее все она будет в любом случае отремонтировать больше там ничего не будет поэтому это очень легко почему с тобой говорили до этого да мы что-то говорили там по поводу туда завтра поехать завтра у нас милька и все остальное это завтра таланах по просушку сказали нету сушку сказали еще сказал сейчас когда выжил ну ладно здесь снимаем собак смотрю что у нас там внутри ты менялся до похода насос да он видишь хомут стоит и червячного типа вот на родном такой не будет и я уже отсюда вижу что течет прокладка вот сюда вот здесь вот видно эти желтый такой налет это у нас течет прокладка собственно говоря в любом случае нам переворачивать ну понятно загоре насос лук снимать менялся и на насосе написано а когда менялся кстати на насосе вообще написано 16 года он может быть стоял лет пять назад это было лететь девятнадцатый ну я понял но и на насосе насос 16 года машинка 2012 значит насос уже точно менялся так в целом ну давно она подтекала очень много вон налета на поплавки вначале потихоньку как и в принципе прокладка течет потихоньку потихоньку натекала значит это не какой-то там патрубок либо все как обычно мы переворачиваем и заодно продиагностируем все насос скорее всего отличном состоянии будет наверно 4 болта я открутил поэтому она вот так вот остается смотрим суд сюда вот он белый да ну вот отсюда и текло потеряла властей здесь тоже белая на бело-желтая значит сюда мы ставим прокладку здесь принципе плохого ничего не вижу бывает еще пока на хомуте открутим насос который вообще чем-то какое состояние если бы на одноразовом хотя хомуте было можно было бы этого не делать так как тут многоразовый открутим целом посмотрим чтобы мечу четкое представление что нас ждет в будущем ну либо не ждет ничего снимаем саленблок просто саленблок здесь снимаем так остатки лучше делать пять лет назад вот почему за пять лет насосу или тен сгорел тен сгорел или насос короче патрубок видишь не белый патрубок еще желтый соответственно вот он мягкий вот это запчасть еще победа и да не один год так скажем что касается здесь вот так шатаем туда-сюда не туда вот предмет люфта люфт есть но это это люфт которые за эти года должен быть то есть этом очень да это рабочий люфт называется это еще минимум три года в зависимости опять же если в день по 10 раз не часто пользуетесь но наверное ну это не часто это средний ну раз и едим и еда едим и каждый день не по три раза короче еще два-три года точно люфт он есть но он как бы вот если вот так тух 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 а там еле-еле подступит но опять же за три-четыре зовут сколько 2016 за за пять лет это прям хорошо если бы она прям реально ходила туда ну да короче посылой к в отличном состоянии мы ее чистим мы прям здесь было мою чистим обезжириваем ставим прокладку минимум три года ходит честно хорошие проблемы тут не вижу здесь нет здесь больше ничего не станет соль ой леватит соль короче в отличном состоянии это за десять лет вот она потекла это типа 40 срок по воду да по возрасту то есть это обязана на было потечь насос в отличном состоянии по трубок если не не белеет он даже не начни начал белеть минимум три года по моему опыту вообще без проблем корзины все чистые накипи никакой нет это от химии да и их можно менять но я между накипи нет значит дозаться соли нормально 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 да нет ну можно зачистить можно загрунтовать потом по этот но это больше к этим кому как-то как-то маляра надо малярку вести до время то в автосервис вести в автосервис пусть он все чистит грунтуют и красит в любой цвет но тысяч в хорошем состоянии тысяч наверное 8 одна корзиночка то есть тут опять же комплектация богатая все складываются такая прям но это вот ручечка все от этого зависит можно дешевую найти тысячи за четыре за пять а с такой вот с комплектации это богато считается они дорогие честно но 18000 за две корзины вот как вот так вот пальцем щелкнуть и все вот так вот так что в этом ничего страшного нет но по в будущем либо копить либо там мы к этим майором отвести все все хорошо что у нас обезжириватель в этом нормально салфетки есть одноразовые или что такое бумагу бумажная платеж да можно еда будем чё после себя почистить хорошим состоянием на патрубах мягкий это хорошо засунули засунули и видно что насос менялся прям давно лишь хомут червячного типа новый хомут если брать вот новую подпружиненный нет но он идет вот такой вот то есть без червячного ну то считается для этих короче это для отруб ну чувствительных которые там могут рваться без всяких заусенций в старые именно такие тоненькие червячного типа были точнее вообще осторожно ну да этот патрубок так без фанализма так здесь соответственно просто не чистим сначала от жира вообще можно было вот там по инструкции через машинку это все меняется вот так вот отсюда но если мы через машинку меняем через пространство внутренняя вот и жиром остается поэтому да да никак не доберется поэтому я сторонник того чтобы начинать все это чистить все это чистишь потом условно вдруг через три года потечет но ты хотя бы узнать что след ты убрал и не отсюда вот мы видите этот убираем и все а так смотришь там потек-то потек и потом думаешь по прокладке старое тепло или там чего-то поэтому добавляешь себе себе работы головные этот лучше потратить час полтора но зато через три года потратить там пять минут на диагностику плюс опять же на жира на плохо резинка кладется здесь мы все очищаем я когда шел сюда сразу с собой взял насос нет и актуатор все если было бы такое что ну плохом состоянии насос актуатор меняется чик меняется все просто майка снова на 7 лет становится тем более вот это посудомайки короче десятого года самые надежные считаются вот на 5 класс спустя какой десятого 2012 12 лет ей то есть она потекла реально спустя 12 но вы посудомойка это пятерка все они уже текут тут прям бывает еще такое на новых посудомойках идет деформация вот этого чаши да 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 ну вот просто не то что температура ну сырье на заводе как-то отлили неправильно ставишь эту не помогает тут уже занят есть напряжением да тут замена купола и сразу прокладка на старых посудомойках она создана опять же для ремонта ну как и любой bosch он создан для ремонта поэтому тут реально хорошие состояние резиночка если вот мы сейчас ее поставим почистим и затянем на болты он будет работать ну опять же там полгода может быть год но все равно будет работать можно даже некоторые так делают приходят вот эти вот они раз два полта то так подтягивают она чуть поджимается да и все эти поработную без гарантии так компании можно полюбому по-другому по это без расходки то сказать но здесь конечно же лучше до зачистить и текла с этого места все здесь мы чистим хорошо что с этого места текла потому что вот здесь вот затяг получше будет у нас на новых болтах самореза который старые их мы выкидываем я их не выкидывал она из нержавейки хотя стиральной машины где порошка приемник туда их засовывать просто там влага но сюда в любом случае новые саморезы и у них диаметр резьбы он чуть шире поэтому она лучше притягивает так как этот запчасти мы были пакете черно нам надо конечно же здесь вычистить здесь надо тоже посадочное место почистить вот эти наросты иначе не прижмёт что берет Ну, мусорная, да. Да, 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 конечно. Хорошие братья, они все в комплекте. Вот иголочка эта, отсюда она заносит, но это нам тоже помойку. И здесь, а эти я открутил уже саморезы. Ну, хотел показать, ладно, все. Ну, в общем, эти саморезы. Тут они? Да, да. Вот они тут. Да, вроде такие же. Нет, они разные. Короче, кажется, что они такие, но они разные на самом деле. Тут я их измерял, там буквально доли какие-то, чтобы этого не расширить. Вот прокладка. Прокладка хорошая, это матовая прикладка. Прокладка такая, она нехорошая. Ну, как по мне, сколько я их ставил, вот она всегда будет больше. Здесь мы ее сюда укладываем. Видишь, она типа больше. Вот так и должно быть, потому что когда она распирается, она растягивается. Вот. То есть мы ее вот так вот укладываем. Не всегда это получается нормально, особенно в перчатках. Все. Вот, уложили ее. Видишь, она как бы волнами, но когда мы притянем, она так расплющится. Теперь нужно ферри. Не люблю силикон. Силикон остается, хотя, в принципе, наверное, в теории его можно. Но я люблю ферри промазать, чтобы... А у вас ферри есть, Харь? Да, да. Нам ферри, это так условно говорю, естественно, для мытья посуды. Что-то жидкое. Мыгла ферри. То есть старая остается все равно. Старая остается, да. Она не то, что остается, она допом идет. Она... Да, это идет допом, а старая она не снимается, и у нее возможность на это. Она впаяна в пластик. Теперь ферри мы смазываем посадочное место металла. Желательно это делать в течение 5-10 минут, чтобы она не высохла. И ферри, ну, с водой такой, смазываю я вот все. Все, что тут вижу. Вот так смазываю. Потому что сначала будет об эту прокладку, потом сюда. Потом она, естественно, высохнет. Будет очень плотное соединение. Если не смазать, то есть она его заживать может, не так приляжет и так далее. Все. Здесь, соответственно, вот это сюда и и попадаем. С камерой ничего не видно. Сейчас она должна сесть, можно ее покрутить. Вот, все, она села. Теперь новые болты. Так, где у нас шуруповерт? А вот, и теперь на 5 ньютонов затягиваем. Все, так попридержи. Обычно, если один, я вот прошу стул. И держим, попадаем в дырки. Так, прижали раз. Прижали два. Вот она прижилась. Болты, которые идут туда, в пластик. Затягиваю на одном ньютоне, чтобы не сорвать резьбу. Самое главное не сорвать, иначе. Натяга никакого не будет. Все. Отпускаем. Отпускаем. Отпустили. Так. Все. Вот она плотно сидит, но мы еще не дотянули. Мы просто как бы наживили. Теперь собираем в обратной последовательности. Желательно ничего не забыть. Фишки не перепутать. У Баша везде ключи. Нет, нет. Если не идет, значит не идет. Вот пошла. Тут прям нежным надо быть, потому что так-то любую фишку. Фишку можно запихнуть при желании. У меня был клиент, не то, что был подписчик. Посмотрел, как я делаю, но он с другого города. И взял, короче, вот эту фишку, вот сюда воткнул. Вот сюда. Она у него вошла. Вот сюда. И все. Бахнул модуль. То есть она подала и сама в себя. Да, тут она. Очень нежно. Так, все. У нас остается здесь поплавок. Здесь все встали. Здесь уложили. Здесь так. Теперь это патрубок. Это слив у нас идет через этот патрубок. Модуль мы пока бросаем. Он здесь не нужен. И здесь нам надо сразу поплавок надеть. Обычно я вот так через верх смотрю. На опыт. Вот так. Чик. Все, да, он в защелках. Теперь надо поставить его ровно. Потом шланг надеваем. Теперь попадаем. Вот так. Вот он щелкнул. То есть он туго никогда не идет. Он именно щелкнул и все. Больше никак. Если туго идет, значит... Да, тут в ремонте это так. Если туго идет, мы здесь можем подтянуть стопоры. Если идет туго, значит что-то не так. Все. Дальше мы укладываем, вернее, шумку. Шумотеплоизоляция. Здесь у нас опять же вибро. Здесь тоже пазы попадания. И чик. Вот так. Вот так. Все. А вот здесь у нас совпадать должно. Видимо, я этот... Ну, она еще лежит не ровно. Да, она лежит не ровно. Вот так. Ну, здесь шумка чуть-чуть впирает. Ну, это ладно. Дальше. Угловой биты. Здесь сколько? Единичку? Да, да. Я в металл всегда единичку. Она же, опять же, вот... Короче, отсюда не этот... Через угол еще не так. Затягиваю на единички, но откручивается уже на двойки. Все. Затянуло. Здесь затянуло. Здесь вот паз в пазу. Угол удобнее. Иначе, если вот так делать, фасад куцается. Да. Фасад куцается, это плохо. Да. Да уж, хорошо. Так. Теперь... Теперь здесь мягкая у нас вещь. Пока что-то толкнем чуть-чуть сюда. И переворачиваем. Всегда переворачиваем на теплообменник. Если бы мы переворачивали бы на эту сторону. Да, вода на модуль. Все. Потому что мы не знаем. Ну, здесь какие-то капли буквально попадает. Всегда на левый бок. Какая бы посудомойка ни была, это как дважды два, четыре. Все. Здесь можно модуль сразу воткнуть в посадочное место. Вот она, защелка совпадает. Больша вот так все собирается. Чик-чик. И переворачиваем спокойно. Ты еще внутри будешь крышку подтягивать? Да, естественно. Естественно. Так, теперь можно начать. Так, сейчас пружину наденем. Так, теперь пружина. Здесь она вот так. Тут защита от дураков. Вот так нельзя поставить. Здесь она только в одном положении становится. Теперь здесь укладывается в салазки. И вот так. Всегда вот так. Ну, вот он, изгиб идет. Не наоборот. И здесь вот у нас посадочное место. Просто чуть-чуть подтянули и засунули. Не до конца села. Ага. Подберем. Подбили. Все. Здесь у нас, опять же так она не встанет. Вот они посадочные места. Пошла, пошла и все встало. тоже самое с правой стороны это пружина еще хорошие то есть вот здесь пластик а потом металл есть пружины где пластик впаян в металл в старых у них отправила рвется она потом бош короче исправили этот косяк но если есть проблема посудомойка bosch падает дверца одна из пружин порвана покупается вот такие они сейчас все такие идут и она типа вот плюс еще здесь черная черная это шестьдесятка если будет красная это сорока пятка если будет желтая это 90 не 90 не бывает это отдельно стоящие 90 посудомоек не существует ну бытовых по крайней мере здесь также просто чуть уручную натянули вот я не попал потому что в перчатках эти вещи неудобно работе делать вот попал и опять же уходит спокойно и вот это наша вещь даже так так не войдет здесь надо это чехол чехол вот он защелка поддеваем все за счет в принципе даже рисунок вот написано open учились на него прям посмотреть там рисунок есть здесь также здесь у нас шумка шумка есть было вылета как отличить немца турка у немца видишь ну короче форма есть да у турка просто тряпка будет здесь все как бы рассчитано дальше это у нас кладется вот сюда вот все у немцев все вот как оно должно быть так он должно собираться мы собираем так боковые стенки не собираем как на заводе это вот левое мнение вот это беленькая вот здесь лишь две этих петли значит снизу петли 1 наверх подтянулась наверх подтянулась сначала ставится здесь а потом вот таким движением собирается здесь встала сначала эту так сейчас еще так и снизу все со собралось и здесь у нас последние два полка которые там там наверно с маленькой резьбой с маленькой не не белый такой с маленькой да еще один должен быть фиксирующий раз бывает еще вот здесь но это там зависимости от комплектации тут одной хватит здесь фиксируем все вот на единичке это не он никогда в жизни не открытся лучше отдыхать это ну да не чтоб не сорвать тем более это посыломойка здесь вибраций никаких нет теперь здесь сначала ставлю пятерка вот вот она потянула и тут вот идет и все дальше не идет ну попробуй что ты примерно понимал когда уже хватит по груди все стол это уже дальше здесь подтянул все тут полу оборот мы по-разному закрутились неважно здесь ставлю я там двоечку через ноги за через ноги здесь на так не не должен быть большой потому что вот она прогибает да и теперь тут все дотянуло понятно тут вообще все это очень надо делать аккуратно иначе будет проблема все то есть тут в два с половиной раза меньше чем вот здесь да все вот подтянул и вот так здесь у нас шли фильтры фильтр чистый все нормально стрелочка стрелочкой задвинули плюс идет еще импеллер крутилка да вот у него же не разборный да они они все неразборные а у этого же на электролюкси то они разваливаются просто нет сама в этом плане не то что неразборный да не ломается да не у баша короче у электролюксу здесь лопается ваша проблем нет все задвинули здесь лишь место здесь под солид был бы если бы была бы другая комплектация да а так куда у ваша такой проблем нет отличный люфт работе так ну что все нам сейчас нужно аккуратно и задвинуть надеваем шланги до шланги вытягиваем они куда-то в стенку идут тут вот интересное подключение да да пошел теперь сливной все сливной там короче и типа кладовки все сейчас буду двигать все так тут какая-то водичка остатки все здесь почему-то кривая линия вообще изначально неровно но сейчас мы да я вижу по что мы ножки не трогали но я попробую сейчас вот здесь вот у нас видно что кривая нет дверцы смотрите относить фасад относительно дисплея видите везде 5 миллиметров соответственно тупо вот так стоит мы сейчас да мы сейчас левую ножку задвигаем ну то есть выше ставим и крик туда было это поправлю дальше так смотри чего они еще сделали ножку и на саморез видишь это вот они знаменитые установщики это вообще не надо делать ну да они типа ее чтобы она это не крутится она не будет крутиться во-первых во-вторых она фиксируется не здесь она должна так с усилием фигачки сломают и все пробитая подтягиваем его система грузов патентованных из и скотч на знаменитый ну вот теперь уже у нас лучше и мы ее лишь палка двух концах вот здесь хорошо ровно да а здесь уже не 90 градусов и вот здесь она теперь тоже не 90 градусов здесь большая часть здесь маленькая поэтому мы должны пренебречь красотой и чуть-чуть опустить ее потому что справа будет чесать да это вопрос уже установщиком мы сделаем максимально хорошо ну вот хотя бы небольшую щель теперь нам надо оставить иначе никак ну вы во-первых так не смотрите на него ну главное чтоб фасад живой подносил да и чтоб фасад не терло кривой кривой ладно это уже к сожалению я всегда пытаюсь ну это кухня это кухня так стоит вот и все ну либо кухня предлагаю это братица говорит в лигу защиты от действий кухонщиков если их найдешь не ну это тема ну кухня за всю жизнь одна и та же песня кухню поставить это на самом деле из 10 один может установщик нормально я поэтому и даже дело не в деньгах а вообще умеет человек аккуратно или нет я поэтому технику на своей кухне всю сам установлю не потому что типа там жалко денег или нет потому что я знаю что они ну не установят так ну они на потоке работают на потоке да делают и все да 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 корзины то конечно крутые что там просто песня да видишь больше тут именной все но по сроку службы либо актуатор либо тот же самый насос это как бы дальше это какие-то какие-то года я даже не знаю какие нет нет есть все наличие кто бы что бы не говорил на бош есть наличие он у меня в кладовке 40 лицов стоит я думаю через два года они уже все 40 на бошу у всех сейчас то есть я сам больше рекомендую выключу с камерой не видно ничего все установили открывается нормально хорошая какая какими программами пользуетесь в основном 70 и эко теперь не пользуетесь 70 авто и все авто либо 70 здесь даже ничего не надо делать эко плохая программа долго моет и температура низкая вредная короче да короче она такая это больше для европейцев у нас на вода не такая дорогая и электричество в отличие от них поэтому мы победим поэтому все хорошо по жесткой воды там надо справиться я вот не помню у нас достаточно жесткая достаточно жесткая прямо накидь допустим в чайники прям быстро все сделал нормально это все это все на выброс так все выходим из хороших новостей до сих пор батарейку не менял 27 процентов осталось и она держит так что без обрывов что в принципе я 15 стандартная проблема сегодня я заказа одни семечки ну этот последний наверное будет такое последний заказ бьется током а он не говорил бьется током когда когда она включена или как это нет это включают когда включаете потрогает ее и током да блин ну ладно короче приедем для видео может быть полезно будет для общего значения ну там короче проблем нет я уверен что нет сейчас кое-что покажу как это диагностировать сегодня сейчас уже 15 часов дня уже четыре за три заказа мы сделали ну два и я там один этот подольский хорошо что все запчасти с собой есть и и на этом все едем до следующего заказа нам до него 23 минуты и в другую розетку пытались вот я вот вот ли не идет холодильник вот туда вот вот их любой можно проверить там видишь 58 58 потенциал а если тронешь ну типа разрядишь ну да 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 ее трогаешь разряжается она потом опять накапливается ну да да слушай ну это кондер скорее всего если вот так я думал просто трогаешь а тут видишь на всякий случай всем покажите мы сейчас все посмотрим постараемся все починить но вдруг чего никогда воду не включайте и рукой так не трогать да мы уж старались мы уж привыкли когда начало пицца не замыкайте до цепки не замыкайте до цепки у себя никогда не замыкайте не замыкайте и вообще ничего там какое-то не делайте так значит она у нас ну она просто отдельная получается ну она просто отдельная отдельная стоящая она у нас да 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 а это она мы в другой квартире переезжали а там можно было выпилить чтобы она там труба шла да ну я понял так ну я понял что вот сейчас вот ее выключаешь вот хрис о все и земля есть и ну там ну понятно 220 минус 60 вольт и все ааааа аааа 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 так вот из-за них может быть да все может быть они все может быть перегрызать точно такая же посуда которая была внутри видишь течет она ааа скорее всего она даже не вижу этот патрубок может быть даже течет хотя нет тут система другая тут она сюда входит и вот он кондер родной он же сетевой фильтр лучше как можно сделать можно сделать вот так сейчас эту землю мы подключаем так фаза земля сейчас мы отключим землю и так и сейчас включим ну да блять все кондер ничего не показывает ну через 7 вольт это фигня ну ка да кондер это кондер даже если мы включаем да это кондер пусковой еще раз металл хотя есть есть угу еще раз не понял короче тут не только в хондере дело потому что она выключена она тоже била током я сейчас его включил и появились хотя суши но скорее всего больше этот кондер я не понимаю почему вот еще кондер есть отпусковой там не за землю ну смотри там зато не 210 ну просто через землю не отводит а так это все ладно все нормально это у нас потенциал земля отводит этот потенциал все да это кондер просадки нет да пусковой кондер у вас тут это живность это много бывает посудомойки видите да и надо травили надо еще раз это вызывать надо там гарантия есть попадается сейчас смотри подключим землю вот видишь просела все да да как землю проседает подключаешь это да да мы на всякий случай мы измерим еще этот тэн по приколу так сказать и на этом все а так первое что это кондер под замену ну и пусковой на себя посмотрим ну и на этом все нормально если напрямую тупо заткнуть то нормально будет работать так это у нас земля которая с проводов земля которая на на все видишь напрямую замкнули землю и все она не пробивает на корпус да мы без без этот без кондера на все отлично даже прям вообще отводит все да все один супер сушь по факту можем еще так сделать да пофиг мы кондюр исключим друг с другом провода но это пусковой конденсатору как бы для этот тип от помех по факту с точки зрения именно земли может быть вот так ну на самом деле тогда все надо делать надо и фазу соединять вместе и этот то есть не ладно если правильно делать естественно надо кондер менять но и он есть вообще нет конечно это очень редкую вещь и ну давай ему скажем тогда ладно давай ну что а как где мы возьмем кондер нигде ну и на разборку не знаю либо но ну кто и кто им будет заниматься то кататься то ни тебе ни мне во имя так не надо и главное еще кататься ну да короче это ладно я сейчас скажу короче да то есть посудомойкой можно пользоваться по факту реально можно пользоваться кондер просто давай пока проверим еще это самое тентер да нет уже нет смысла да уже да мы его там там за замену выключим собираем ну что мы закончили исключили сетевой фильтр за ним кататься плюс ну как бы тараканы это мне я не переношу это вопросами плохо всего сетевой фильтр в таких посудомойках не знаю можно сказать и не нужен она уже этот такая возрастная там никаких инверторных этих рельсов нет так что ничего там страшного не будет вместо я взял эти как называют скобы от тена и как перемычки их туда поставили и все ну и заизолировали естественно током перестало биться потенциал я не наверное на видео уже этого не записал или записал уже не помню 50 вольт у нас пропало у нас даже вообще ноль стало то есть земля полностью отводит потенциал то есть вообще все хорошо потенциала вернее даже нет вот так скажу руками потрогали все хорошо никого ничего не бьет короче все нормально и вот это приблуду что он купил до 170 вольт не просаживается у него напряжение в 210-208 что-то такое все время пол пятого на сегодня закончили вот наверное да самый последний заказ он был интересный я думаю новички у нас пошли бы тэн менять или проверять его ну проблема тут обычно проточных с ними все в порядке короче увидимся завтра и завтра залью выпуск потому что сегодня какие-то семечки были три заказа завтра будет интересно ребята а вот и воскресенье вот и воскресенье едем на заказ на утренний миле в 21 год посмотрим что там потом была миле старенькая и моргает лампочка проверить слив проверить залив одновременно хороший заказ я в принципе знаю в чем проблема неплохо было бы для видоса показать его вам но мы вроде договорились на воскресенье с человеком по рекомендациям или увидел на youtube я так и не понял потом написал сообщение я даже его прочитаю вчера написал сообщение а мы договорились в пятницу на воскресенье мы с вами Денис Добрый день мы с вами договаривались на завтра прошу простить сейчас был на встрече и выяснилось что друг моего товарища друг моего товарища занимается ремонтом машины готов приехать сегодня извините что занял ваш время ну окей сейчас во вот такая была сверху еще сушка то есть иногда людям важно скорость а не качество вот смотрите простой пример друг моего товарища хорошо какой-то знакомый и если бы он сказал ну мне не актуально с вами работать он бы так и сказал по ценам ничего не обсуждали вообще ничего я говорю ну нужно посмотреть по диагностике я говорю приеду компьютером подключусь посмотрим кода ошибок посмотрим когда они были посмотрим пресс ну то есть с компьютером будет вообще вся информация вся картинка плюс сушку продагностирую а потом посмотрим сколько это все стоит по запчастям я предложил оригинал не оригинал как принципе многим говорю в итоге появился друг который товарища какого-то который занимается ремонтом стиралок неужели для человека важна скорость если он может сегодня то есть вот он на встрече был он может сегодня значит что значит либо у него мало опыта либо у него он плохой мастер потому что когда мне звонят стандартно это я переношу на два дня вперед я говорю у меня сегодня точно занят завтра все расписано послезавтра то есть у меня ну есть какой-то сарафан и я работаю много и как бы вроде все хорошо вроде всем нравится люди звонят если сегодня мне позвонят я переношу человека на среду у этого же мастера каким-то чудом да свободное время появилось либо на мильку свободное время это в принципе без разницы какая техника что LG что мили для меня самое главное вот если человек первый позвонил и договорился на понедельник и у него LG не греет то естественно он будет в приоритете чем мили почему ну потому что договор уговор дороже денег вот и все у меня такой принцип да мили да наверное можно много заработать но если человек не готов ждать я тоже не готов клиента брать клиенту типа двигать ой заболел ой не могу ой машина сломалась ну так вот не знаю чем это закончилось это уже конечно не моя история поэтому к сожалению это милька отвалилась но будет еще в будущем еще и не одна ничего страшного вот потом мы поедем на чистку сушку сименс сквозь покажу потом у меня там две гарантии милька которая стучала я бак поменял по кресту сейчас она снова что-то стучит но стук не совсем другой там барабан у барабана нет перестука скорее всего что-то открутилось и там пол неровный даже наверное снимать не буду приеду и посмотрим вторая гарантия это на бошу менял подшипники подшипники вы видели все в идеальном состоянии но она что-то скакать начала скорее всего эти амортизаторы на 80 ньютонов поменяю на 90 возможно они уставшие ну либо что-то еще сушка работает милька сушка тоже работает реверс починили но машина у меня до вторника теперь опять караску не так подобрали наверное такси буду вызывать и ввести клиенту и делать твиндос короче работы хватает увидимся на закате поставили в мае вообще классно конечно вчера вот такую ровно такую 860 да 860 вчера устанавливал 660 ну а посудомойка милька милька сорок пятка сорок пятка это где у официалов на проспекте мира а милька это где здесь на старте на старте что довольны да стиралка приехать успела а посудомойка нет довозили уже потом ну хоть цену не изменить ну тогда ладно один год ну ладно здесь что а пленочка можно снять ну нам по любому сути снять надо будет вверх снимать ничего не вскрывалось так ну что вот такая красотка у нас бомба да посмотрим вообще просто включается или нет да все включается да это новая она все чист ну лицевая ну лицевая что посмотрим что у нас тут здесь видно эту шайбу чуть задвинуть все сначала снимаем шайбы вот так разнимаю заглушки эти только в миле такие есть с конечно немцы же торт и 20 везде снизу у нас гайка не гайка винт на 30 которую раму держит да будет у немцев всегда торс торс 60 к даче скручиваем чуть-чуть и забиваем все снимаем верхнюю стенку нет вот не закрутил чуть и я книгу не выкручивал потому что ну зачем раньше вот так бил больше оборота и она мешает снимается так все это у нас актуатор современный шумка бак нержа ну вот у него года 2023 это вообще она вообще свежа идеально новая здесь уже смазочка все есть здесь не просто металл с металлом уже идут эти втулки можно давай их так назовем ничего новое все так дальше скрываем все так находим эту поднимаем просто модуль нет торг здесь нержавеющий болтом теперь поднимаем теперь 30 надо взять интерес после всех видео до торг кстати был не закручен легко вообще пошел он должен срываться на уже не дребезжал на видео одно мне потом клиента присылать когда они сами делают все горит немножко по-другому оказывается когда сама начинаешь делать защелки ломаются и прочее снимать на индезите амортизаторы то еще удовольствие наверно это где пальцы такие или там на болтах 30 ну а этот как там амортизаторы крепились там такие пальцы до начинал да и теперь здесь у нас вот такие вот салазки держится в общем них нужно отогнуть раз главное их не ломать отогнули два если мы так дверцу аккуратней все наша девочка новая чё тут у нас трендус автоматическая дозировка моющего средства это у нас одна помпа на слив вторая помпа на вот душ она пошла вот 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 пошла и душик нажимаем раз это еще родные для кассеты и вот у нас наш виновник я даже не увидел прикольно тен живой здесь или только потребление повышенное было сгорела фишка она сгорела прям а где вообще фишка и она черная окисленная либо горел контакт либо либо счета стенам либо либо какая-то с ним проблема потому что такой первый раз очень вижу фишки вообще нет у нас сгорела даже стирала подушки было очень много пен как бы немножко момент этот упустил вот подсказали свое время в лайкап когда начинается пена надо будет чуть-чуть кондиционера она ушла не было пена пойти внутрь не как бы вроде не откуда не было три стирки первая девяносто пять и две шестьдесят третья подушки приемник выдвинули было видно что сюда немножко может пошло куда-то внутрь что-то коротнуло не пошла течение да были бы следы хотя бы этого чего-то ну потеков либо от пена она же сразу не пыль налипает должны быть следы я тоже надеялся нажать нормально все изоляция нулевая а чё у нас горел брак какой-то был ну где-то раз в месяц идет степка на девяносто пять просто контакт плохой он видишь еще смотри вот он вот смотри фишка белая а тут видишь она горелая какая-то не фишка а дальше изоляция 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 горела как будто ну все-таки что-то с теном проблема какая-то короче в любом случае я хочу его достать и посмотреть потому что мне это не очень нравится даже если мы зачистим но у него мощная если у него до проблема с изоляцией то другая фишка она тоже будет гореть ну да жила то мощная конечно да я первый раз такое вижу вообще она рассчитана на токи то первый раз у новых у старых да видел когда тэн чуть-чуть с утечкой у него начинает это обугливаться фишка но это опять же десятилетняя негодовалая и где вообще фишка на а вот оно выпало сейчас посмотрим на саму фишку уж конечно было плохо сделано нет нормально сделано неплохо сделано вот зажато было все просто сплавилось какой штук то это блин там чуть ли не это нормальная фишка одним одним двумя амперами такой не сделать изоляция обгорела мне вот это не очень нравится конечно так здесь у нас вот так вот отщелкивается назад датчик дабы его не повредить тормодач и вытаскивать короче здесь мы поддеваем вот так вот заходе внутрь теперь нужно нащупать вторую тут резинку ну бортик и резинку и вот так вот засунуть его и вытаскиваем мешает конечно ты бруса на резинку когда от резинки оттолкался ты кстати уже начинает покрываться накипи ну это так мелочи слои какой-то изоляция горит здесь сначала я лечу все-таки не знаю короче что делать на всякий случай поменять это на фишку или или на всякий случай имеет фишку да там то и дело сейчас можно сэкономить а потом опять приехать и ну и 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 инgen и и А вот это что такое? Нет, это настоящий. Это настоящий. Так. А у вас качков напряжения не было никаких? Да. Я когда купил, скажем так, новую технику, у меня поставил щиток защитное реле. То есть при перепаде на движение больше 270, да, он автоматически обрывается после. Ну понятно, стабилизация. Но это же мне 4 стали. Понятно. Ну вот на самом деле, если он работал, и если это самое, они же инерционные стабилизаторы, там скорость-то высокая, просто в моменте мог поймать. Не, во время густировок включений и перекладов не было, в основном по ночам. Да, я вам чётко сижу. Вот я и сестру тоже тоже это дело поставить. Ну это травит. Что, подержать можно? Да что вы подержали? Он сейчас начнет этот... Греть? Да, хочу просто погреть его, посмотреть. Давай всякие же мило подержу ещё. А, давай. Давай тупо. Давай. Я просто погрею. У меня есть что температуру померить с тобой. Да нет. вот так просто хочу сопротивление как меняется да еще что-то есть или нет либо он потом будет греть когда она снова будет окисляться эта фишка непонятно короче короче чего я думаю мои мысли первое первое да может быть что-то там на заводе как-то как-то где-то что-то да это первое второе то дело не в том что почему а в том как это дальше будет работать короче металла здесь уже чуть почернел и вот здесь все почернело можно ну честно да дешевый вариант это сделать новую фишку поджать ее и посмотреть как она будет труба работать хороший вариант это поменять тент поставив поменять естественно фишку я его чищу но он какой-то металлу там почерневший и вот здесь мне вот здесь не нравится что он там вот здесь вот почерневший но где изоляция начинается дальше будете стирать при 90 градусов это изоляция дальше пойдет плавится или нет данном случае внутри мел там в хорошем состоянии все это понятно цену всего лишь год мне просто не нравится вот этот контакт это что он целом черненький то есть металл когда деградирует он черт чернеет мне вот это вот честно не очень нравится не с точки зрения там заработать а просто повторка будет или не просто повторка у нас будет или не будет вот я не знаю в такую честно говоря первые супер раз да может быть этот этот оставь до верятный новый конкретно выгодит через два года я не понимаю как это дальше будет себя вести экспертов конечно в моем чате много вот опыта он просто этот ну цвет поменял металл чё сказать я учащу в другом чате будут эксперты наблюдать и делиться мнениями клиент может залететь да то есть вот в этом вопрос то мнениями не знаю ребят короче что то не просто не нравится на против у них такая же машинка была абсолютно ничего за двадцать лет вот как фишка ляжет вот как когда придет какой-то цвет металл он не нравится и даже я у него паял короче да ладно при машинка просто не дешевая я думаю мы поменяем т.н. хуже точно не будет этот оставим банально из-за того что у меня нет опыта вот сюда что дальше будет на старых машинках есть и сгорает это это там уже изоляция плохая я сразу все сразу меняем и проблем нет на новых машинках плену фишка нормальная обжата нормально чего она начала гореть непонятно почему левый контакт они правы права типа земли хотя не разница короче короче да по хорошему ну в идеале чтобы у него кого вопросов не было сейчас потом поставить новый один что на вот поставить новый тэн море а этот просто оставить просто оставить да и там будем экспериментировать с этим все дальше вопрос лишь том да вот когда он будет на 90 градусов греть и дальше типа окисление пойдет или не пойдет если дальше окисление пойдет снова будет отмирать фишка снова будет одно и то же все происходить и там я учишь у металл он цвет поменял мне нравится что металл цвет поменял это как вот обычный металл и металл там обожженный ну или алюлия медь обожженная она все равно там уже более податлива это разная вещь здесь мне это не нравится чисто как как этот если делать идеально идеально делать тот тот новый да поэтому я думаю лучше поменять по-хорошему так что вообще конечно прям оплавилась что запаха даже не было никакого такого провода провода толстый да этот провод имиджи и вот на пруду медленно а тут все медленно медь и это покраснела тут как бы такое только потребление было много пены как бы вдруг пена пошла внутрь что-то не чисто новая машинка поменял фишку усадил ее плюс еще сверху изоляцию здесь все хорошо да все равно крутым напыление так новую резиночку регионально ставим да да ну понятно дело там куда-то окунает гальваника и либо что это краска не может быть там не нет 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 это да это именно вот лишь написано blackman как на видео blackman и написано 13 11 23 то есть в декабре сделал свежак надеваем мы резинку ну где-то вот так допустим теперь надеваем термодатчик можно потом я принципе сейчас это делаю что он под пазы должен попасть туда он должен сесть эти пазы есть оп вот сел все его каким это самый верх вниз и все равно как он же круглый да так то все равно его можно крутить просто фишка нас снизу иначе фишку нужно переделать все здесь мы делаем такой ты вот он один в один еще юбку надо эту да да это юбку она старая остается то есть у нас тут стопоры а юбочку не любит типа чехол наверно воде кран да теперь здесь водичка надо водичку убрать салфетки да то ли там бумаги что такое тоже какая-то масляная видимо чтобы легче заходил тэн какой-то силикон там но я не люблю силикон хотя какая разница резинка ураспор станет это как правильно называются вот эти кругляки стопорные кольца это бак новый бак новый 2 кольца можно 20 установить бак очень тенос внутри на данный момент в идеале ничего не течет то есть там достаточно раз три месяца я рекомендую чаще делать почему потому что человек забывает ну и все это хорошо я вчера устанавливал такую человек тоже сказал сказал все сейчас буду напоминалки устанавливать а то я его предупредил не знаю эту железку что этот нет это потом я его предупредил что шайбы гниют он посмотрел мои видео я буду ухаживать у меня точно такая же сушка нравится это вот надо заставить попользоваться а потом скажет ой как как это хорошо было и чё все равно нет ну понятно как как и все люди у которых нет сушки думаю что сушка не нужно все оригинал резинка вот так устанавливается распорт можно и теперь т.н. чуть-чуть туда особ не выбирал он там тут не нужен все резиночка красиво установлена везде плотно сидит вообще везде теперь можно установить чехол чехол сейчас найдем дальше мы берем длинную головку на 13 ставим наш чехол чехол подбиваем чехол подбиваем где наши эти посадили вот эти желательно вот юбочку здесь тоже наверх я сразу не сделал чтобы красиво было теперь стопорные кольца ниже кольца для подключения земли все подсоединили раз кольцо и можно старое вот это вот используем разницы нет но если новый есть будем использовать ну или минуты перри внутрь да и вон там скоба в ложбинку должна попасть все вот там вот эта маленькая скоба должна в ложбинку попасть сюда значит мы трогаем здесь мы трогаем все земля подсоединяя все отлично здесь у нас никаких проблем с да и просто подключаем тебе проводку так все подсоединили проводку на хомут обновили 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 все фишки на всякий случай поджал все поджал это все собираем собираем обратно последовательности блоки то будешь вставлять вот эти две блоки да это в конце так все поставили все на заводских местах собрана винт нержавеющие выкрепили выкрепили все хорошо так давай здесь у нас вот так как то и вот так все отмотила хватит все все и надо эти штуки накупить это одноразовая история у официалов вот эти непонятно да не одноразовый забордирует это я аккуратно некоторые прям выдирают и это тестовую программу сделаем просто на 20 поставили конечно тише тише слышно только вот водичку нам и как она плещет здравствуйте слушалась ну чё тестируем 20 кофе попьем суши эта машинка честно говоря надежнее это мили будет не честно ну как бы тут даже и не думать это вообще космос просто кайф посмотри это сколько на 20 25 лет поменьше поменьше не 20 точно это 2000 там внутри металл бак не ржа кнопочки здесь вот просто на них нажимать это одно удовольствие это мягенько я делал это это машинка во первых для ремонта во вторых два присостава электронные механики да да и даже мне нравится маловато воды ну я вообще конфета я постоянно работаю да да смотри видишь технология вот не открывается они сделали петлю чтобы выезжаешь и чтобы комфортно открывалась день выкрути еще посмотри какой удачно сделан я знаю я знаю это вот он сливной и он туда не вытекает вода да да вот этих потеков на пол да не надо подставлять да 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 как я уже сказал где мне это я я делал это супер надежной машинки супер ремонтопригодная она во-первых с лампочка еще вот тут люк закрыт не закрыт для того возраста ну вот занусь и он же электролюкс он же это это вообще кайф и они одни из первых сделали вот это похож обычно вот здесь да а у тебя сверху все это вообще кайф да это как она нажимается это вообще одно удовольствие мне сейчас она больше чем она же у нас отстреливает да они нет нет не отстреливать да это не там не та модель это другая это я просто увидел доносе импут но это тоже как это совсем она какая-то космическая была да это 20-летняя они еще я единственная амортизаторы лоток огромный ну все ошибок не выдала конец защита от сменания не так она разблокировал не разблокировал все отлично без всяких ошибок да конечно интересно я тоже такое не помню на ногу на этих то тоже ну и другая тема но все равно вот так чтобы клеммника этот самый отлетел этот самый дайте более на такой машинке как мили но это пипец 300 там все сделано нормально же обжато никогда такого я не видел на старых куда мы все там обжато непонятно чё чё было завода и и как бы проводка она идет она же роботом дома на стандартно джук джук все они просто я ладу его это кто-то чинил там плохо там при этом на конец дурил бред это какой-то поэтому опять же если делать как бы дешево можно только эту да ну да колодку то только то ли можно фишку но блин чё потом она будет изменены не понравится что металл цвет поменял и на металле вот я его начал шлифовать какие-то раки ну ты его пригоревшие учета какой-то блин либо фишка бракованная что-то там блин не то что-то там не пошло да вот такое она модуль прилетает оттенна на мельках нет не встречал ну вот она прям сгорела да все нормально смотрим там она прогорела так что аж не знаю как он запах не почувствовал там уже видно что провод из алюминиевого стола медный многожильный он уже такой толстый ну и шпитерцем да можно цель такой сделал да не просто не сплошное я видел такое на мельках только когда утечка происходила ну ты уставал и возрасте по 10-15 лет вот такое я видел пару раз но на новых никогда в жизни особенно она вот модели которых собрана в германии вопроса мягко работает поэтому по-хорошему реально что вообще дальше в голосе не мучает тент или меняем фишку меняем изолируем а все и ну да просто это то есть вопрос в том то есть вопрос в том как бы нужно ли экономить или нет есть человек нам сказал ну давайте мдуну это меня по мануалу все это новое меняется если для себя ну возможно бы для себя я фишку поменял и как бы дальше вы наблюдано дальше ответственность брал бы на себя а тут какую гарантию это никакой никакой самом деле есть что случится блины все ты дурак даже не поменял а я не против ну да да в том-то это разговор да это потом только клиент начинает тебе такие вопросы сейчас экономим а потом оказывается выливается и приходишь на горе все проканает вопросу нет какой молодец а если нет ты дурак ну и все да ну то есть понятно если бы еще индезид был ноги такая мелька 300000 да нет пипец ценник иконский тут лучше что-то пять процентов от стоимости отдать за ремонт и все это конечно дальше пусть работает это конечно однозначно я тоже вот это я вообще когда чет сомневаюсь вот по таким делам там я клиентам тоже говорю ребята как хотите но вообще делать надо да 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 доп деньги но вот так ну я тоже потому как по такому принципу работы лучше один раз хорошо сделать чем потом вот этот опыт зарабатывать да зачем тебе это надо хочу этот опыт и чё ты с этим опытом клиент у тебя будет недоволен блин да еще и все это уже это еще его те же этот может нормально а там у кого попадешь там на руки выкручиваем да мы с ним хорошо общаемся я вижу да вот он человек расположен разный есть у вас ножок натянут приносили браками всеми разбираться на пустом месте причем они тебе скажут о чем мы чуть-чуть и не довольте они потом скажут это ты же мастер ты же как будто же видел почему-то не предугадал это от компании было поэтому на деревне это точно не всегда крайне кто-то делает кто последний туда попадаю вот и все логика так ладно сейчас короче заедем с запчастями там надо отправить в питер запчасти вы какие и потом начиску 7 или большая уже не сушка сушка до полный разбор компрессор на учет учета еще включая сберем ну то есть сначала был обычный режим сушки не она не сушит да то есть там изнутри так скажем как она конденсат то есть мы не слушали то есть после этого я запустил этот инженерный режим ну сервисное меню и посмотрел температуру компрессора до 55 55 40 это мало 40 это чуть теплее чем человек с учетом того что она охлаждает и рыно и 40 это так реально мало так ладно хорошо так торт сейчас с ними в общем у нас т 208 h базовая сушка скачка 45 года этот это 15 человек подождение не снимайте надо снизу еще открутить дай-ка тут чтобы открутить вот здесь секретки ну как секретки нас как-то крепится все теперь боковую стенку блин что-то я вообще даже забыл ну прям в случае оборудование холод час таскать понять да в принципе можно но на это сутки уходит это долго и особенно здесь я сейчас разберет сейчас мы делаем делаем диагностику и потом принимаем решение можно даже вдвоем приехать запаять так ну клиента можно забрать на дом да я вот не люблю особенно вот в таком месте понять не все что угодно дома или в гараже донор разборки намного легче и правильно здесь вот так она не снимается тут нужно ее гнуть только что кофе выпили по седа спасибо вот так и огнем и он довезли за щелки я должна отходить я всегда гну вот так понял то есть тут нужно поймать момент когда ты сломаешь ее и когда ты ее отогнешь вот они понятно ну то есть она должна выскочить да она должна выскочить и не сломаться на скелетах сказать так чем мы видим чем мы видим здесь у нас я уже делал аска у меня на канале есть я уже утечку делал здесь мы видимо на нагнетание сервисник и на на нагнетание и на испаритель сервисник два пусковых кондера один кондер ну да ну это да он это на 9 это на 25 при стандартно из интересного слушая начинка а чё на почему так тяжело крутится в принципе что-то сложновато он крутится так сложно крутится движок не движут ролик нормально что-то ворсом забилось и лечу ролики нормально короники нормально он должен сложно крутиться но это прям тяжело плана короче чем еще сделаем мы запустим тепло по времени вот эту выплату она не касалась у нас как мы реализуем чтобы она не касалась ну чё 20 не удержать 20 минут да давай сейчас на кому повесим сейчас повесим и включим так такая бумажка сервисное меню вот что у нас по ошибкам первичное время максимальная окей тысяча восемьдесят пять циклов 1080p ну грубо говоря до 2000 часов превышена 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 и вот видишь превышена на вначале на 1080p на 1036 короче она не сушит так диагностика тэн очиститель фильтр так 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 короче нам 1000 ладно здесь уходим теперь мы делаем она включается бла-бла-бла так давай и мы ставим режим по времени по времени ставим 30 минут все нажимаем пуск все крутится не знаю как помыли звук слышишь это включился сливной насос сливной насос уже умирает тут ух-тух-тух все вообще у меня уже были эти сушки в ремонте это нормально что он ходит это все-таки он какой-то пружина вот здесь вот он там слышно как работает сливной насос вот вещь отключился ну вначале он всегда типа остатки конденсата вне зависимости влага есть 134 нормальный газ ничего такого уже приезжал я на пятилетней сушки честно вот вас как пять лет все насос умирают включился компрессор шутчок рылюха включился компрессор потрогай его что-то он это что-то он то он там все до включился на 134 мы вообще должен конечно тарахте поздно да видишь ты понял ты причем проблему все это ути это это да тут и это куда уже уже я для видоса это не делал ваш от для канала сделаю сушки аска типа надежная но на пять лет все вот и насос 25 рублей всего лишь да вот этот рублей пять поза чем сям только тридцатка хочешь 20 добавляй покупай новую 8 хочешь хочешь мы отремонтируем с учетом газ все заправить все нормально ну насос вот ну ты слышишь да то есть ты к холодильщик просто подтверждаешь мои слова плюс в чем туго крутится я че знаю там паршебос скорее всего сзади уже у еще но там ну а фон даже 2000 паршебос оригинальный 2000 там замена сделать конечно да эти ролики не шумят все окей все соответственно он тут нет тут не то что 30 этих какие тут 40 градусов тут вообще она не работает на существо соответственно насос ну компрессор выключаем включая слышишь звук это он уже просит и по выкиньте меня на всякий случай мы измерим пусковой по приколу вот тебе вот тебе насос поменял еще да да я говорю причем это я могу канал свой захламить полностью аска таких заявок у меня было сотни просто люди потом потом скажут ну что кроме баша получается ничего нельзя покупать я скажу да ничего нельзя покупать как у меня у меня да да естественно у меня можно бета это а у них нет они вас бросят правильно компрессор и я еще еще найти надо это компрессор я помню под заказ что-то было там 20 тысяч еще надо найти этот компрессор это же это же не просто вот этот универсальный на холодос там зависимости от мощности а вам как нравится нравится двадцать пять должно быть да кстати смотри готов это тоже готов как думаешь у нас может быть он из-за него может но когда готов он когда готов очень часто если готов пускать это самый пускать но он не не старый не стартанет слушай но мы и место пускача в теории же может просто замкнуть же старта да 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 его вообще лучше не трогать убрать когда он такой вот в таком состоянии и он запустится без него она пойдет теперь чем мы можем сделать она живая весьма если опять же живой мотор но мы не проверим его его не запустим да нет как думаешь можно позвонить не всегда обмотки ладно декомпрессию мы не узнаем не узнаем не узнаем лишь мы сразу начали наговаривать на это насос но обычно умирает 9 10 случаем ну здесь нормально давай сделаем вот так терпимая да не надо его надо вообще отключить и все просто не надо что делать ну а чё ты думаешь просто отверточкой короткнуть и все да не надо вообще вот просто он без кондера пойдет вот вот это оставляем на этом вот давай попробуем точно пойдет давай попробуем же тупое самое он здесь толкнет его что-то мне не прикасается ничего уже давай просто компрессор включу и все без этого я не он очень тяжело грузится маска не должна так видеть не я включу просто насос отдельно нет 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 где мне стартует еще раз вот хорошо если он не стартует можно перебросить и 0 я за я вот и хотел этого с этого здесь поперебросить и все ну девятка конечно мало из 25 блин у меня в этой машине чем ничего в этой машине у меня вот плохо что без своей машинами все кондера из мы правильно все до ну и все короче да короче просто так этот кондер вообще не умирает как правило мы его включили он там что-то там пытался кашлял но уже были случаи и не один когда вот этот насос именно реально пять лет он умирает вместе с этим сразу умер сливной насос не слышите так не слышали такой в общем там сливной насос умирает барабан барабан почему-то я не знаю он тяжело ходит наверное там пашу босс но он так не должен ходить да он он должен тяжело но хотя бы ну да короче так не должно быть по опыту и в моих видео я когда кручу он спокойно крутится ту прям то ли его зажимает на неважно наверно пошибось это ладно это мелочь здесь измерили емкость в просел вообще умер в ноль умер отчего просто либо от компрессора это пускай это пускать до перебросили сюда для пускача он же не сразу умер он потихоньку где 99 микрофарад нормально будет достаток он утолкнул это компрессор готов ну вот так подзамен да то есть тут даже если едет ремонт то есть ремонт по цене новый до 20 то есть тысяч там 50 60 181 что такое короче до плюс да то есть сливной насос менять пошибов что-то смотри там менять естественно разбирать чистить компрессор менять газ заправлять пускач менять смотреть еще овощи по сути тут за живой плата барабан целом ремень и движок да все ну и корпус то есть тут не просто там какая-то там утечка который то запаял и она работает к сожалению вот так обалдеть причем просто одно за другое щеку тянулись может усугодиться мысли компрессор тянетом конденсатор тогда я вообще не помню чтобы конденсатор вот такую 0 просаживался вообще в ноль то есть он еще какое-то время работала я так понимаю ток это пробивает большой ток идет когда компрессор кирдык вот и он убивает просто вот еще иной законодатель не мог же умереть у нас нет он просто проседает иди пони запускал да это это не за этого и причем до такого значения мы практически у сюда что-то остается на этом же все то есть мы в нем ксм на этом это нормально на этот нормально даже вот они одинаково работают фирмы одинаково вот ну видно этот в ноль просел этот нет ну я думаю запускает на торт асинхроник да тот нормальный хороший кондер мы просто отдельно запускали просто сейчас включили только на ресторан через сервис до сервис не сделали так-то когда вы включают учетов google как будто у него это чуть не поняли потом дали ему нормальный ток и все без включения всего рлюхи щелкает плата там все живое тут какие-то конденсат это он говорил что типа 4 хорошая ну типа да это просто человек я не знаю он очень плохо разбирается техники потому что у 2 и у 4 и у 6 один тоже компрессор чем разница 2 4 инверторы на мотор а там не инверторы но дисплейчик меня чем нет инвертор хуже потому что тут если что ломается это у нас кондер приседает этот вечный он не нагружен инвертор во первых свистит во вторых нет это мы говорим про компрессор а про мотор лучше такой и вертельные компрессора тоже во-первых плата по нему через умирает во-вторых сделано это для типа изменения температуры ну то есть тут 220 она работает в зависимости от газа тут максимум от 55 все и вертель может как бы контролировать ну он может чистоту оборотов вот этого мотора он может контролировать зависимости от этого контролирует температуру если мы берем шестую версию точно такой же на 134 один в один компрессор и контур меняется только большой дисплей добавляется и парогенератор все поэтому если какой-то там алекс не алекс говорил он просто не разбирается у меня обзоры есть там я все разбираю я человеку ну я показывал можете посмотреть можно купить четвертую шестую этот но с точки зрения надежности именно вас к никакой не у большая 4 честно плохая серия 6 уже на медных радиаторах уже хорошая здесь медный да мы сейчас про утечку не говорим про ваших целом здесь компрессор короче чей-то там стоит короче уже делали уже делал пятилетку вот для видео попалась я могу заполонить ну в общем это не и вот этот насос он также пять лет у начинает трещать потом опять же выдает ошибку не сливаем не сливает воду в бак нене воду будет сливать сначала у нее идет трещание кратчатка разваливается потом доходит до такого что я слышал да вот этот я думал что это трещит вот я понял не почему я думаю может быть надо но я вы знаете что сделал я бы нее не то чтобы на запчасти забрал я бы модульщик у нас тент ее забрал то есть мы просто здесь вместо компрессора подключим ну какой-то мотор на пускачь либо даже в лампочку условно и все и он когда платы будет подкидывать чтобы стенты собирать он сюда подкинул и все и будет и просто символически мы ему отдадим модульщику на я обычно всегда так делаю он проверяет электронщик который плата ремонтирует для того для того чтобы допустим сгорела плата нужен стенд машинка да да что проверить как все равно да да под стенд ну мне то есть правильнее будет под стенд чтобы мы их ремонтировали так будет правильно а так конечно я могу и на запчасти за разобрать но панцент это будет с точки зрения ремонта дальнейшего и обслуживания вот я бы в этом случае бы я еще заберу мы сейчас пообщаемся как когда что компрессор то есть у него не уже здесь я так понимаю но обмотки да мы можем просто вот едет только обмотки это нам да 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 обмотки нам ничего не показывают они показывают что там сколько 9 вольт подает что типа цепь есть декомпрессия либо козы они могут не показать то есть мы единство что можем показать это токовыми клещами подключиться здесь посмотреть только на 3 до сколько употребляет если у него повышено только потребление все там уже межвиток пошел ну судя по тому как он работает мы сразу ну вот холодильщик сразу поняли это холодильщик да он просто сейчас со мной хочет и сушки и стиралки делать а так он 10-15 лет короче да он эти компрессора каждый день меня я то недавно начал но принципе это уже понятно так когда так он гудит это уже все понятно туда же не до компрессия тут именно вот козы либо межвиток опять же данный компрессор даже сейчас поменяют он я так понимаю идет еще в сборе среди за там совсем нет он то дело он компрессор то есть нам нужно опять же при он убрать нужно завакуумировать ее поставить компрессор все запаять заправить поменять это поменять это денек работы это точно выигрываете до 20 тысяч рублей условная плата старая остается на это да с точки зрения целевсообразности здесь да если было бы еще 6 серия которую 200 стоит тогда да тогда как бы на ваш взгляд то есть 2 4 серии там то что 80 и 125 грубо говоря внутри начинка одинаково я выбрал лучше со синхроником честно я бы до 4 серия она сабрин свистит этот честно по надежности вот здесь чем дешевле тем лучше это я свое мнение и в деньгах выигрывать сейчас пять лет техника это считается нормально да а чё куда нам это же без работа не надо сидеть старые там сидят понятно нет но с тем не пришли древнем же там же в один отца работы больше сидево подлеждаем времени поменяли сюда а вы пишете да вы без работы только сидели делайте на 5 лет а то может быть тогда и снять хотя бы сторонку я вам сейчас на склад туда поставлю да сейчас просто аккуратно берем с ними мячу стягать ее туда-сюда он собираем так заехали на гарантию по башу там амортизатор поставили было 8 стала 90 ньютонов ну и сушку поставил это мелочь и на мельку заехали ножка открутилась не законтрогай она была закон трогали ножку и все все нормально с мелькой и даже даже денег не брал просто закрутила все и поехали сейчас прилетел заказ я чистил сушку два года назад вот а сейчас больше лоджиком 7 logic 8 течет потекла ну я думаю будет интересно принципе уже понятно что там едем заказ покажу что там лучше куся последняя модель а сколько лет к башкам про фэшн скорее всего за ну раньше делали поинтереснее так скажем уже шатается машинка течет или установили она с водой откачаем и сами сейчас нужно сняли сушку с ними верхнюю крышку и скорее всего здесь проблема тут еще полоскает но она не закончила и снимаем и смотрим сюда а здесь все нормально здесь все нормально обычно вот это у нас отрывает так интересно марзизаторы точно подзываю черный течет айдос это функция это просто функция там башку профессионал наверное что такое должно быть хайдос ну это все функции просто а серия 6 ну все понятно а есть фото да она будет шумновато у вас эта серия как бы восьмая там что стоит это живущих так включим слив где-нибудь учет кто там подключение такое дело давайте тряпки расстояние ограничено пространство вернее сейчас я залазил туда нам остается только тен проверить и все все остальное тут делал мультиметр мегаметр шурик ст 20 и плоская отвертка вот так ремонтируется лучше амортизатор тен все что тут меняется здесь вообще идеально все короче лезем туда и подключение на наши любимые изоленте синей причем мне сказали что подключали профессионалы вот она синяя изолента таска профессиональная синяя изолента ну что все мы работаем сейчас залезу открою заднюю крышку естественного состояния просто как я люблю говорить конфетка инверт инверторный мотор машинка давайте посмотрим как угодно не вижу 2015 год 2014 10 лет все хорошо состояние новой машины куда тебе вступать на ключи по и посерим да там оставь разберемся на этот все состояние новый все так что смотрим в каком состоянии а блин у нас этот сейчас на подключить воду слить иначе достанут и потечет вот видишь наша знаменитая синяя изолента ну без него никогда год назад получали машинку при переезде сказали профессионалы подключали до сказать и нет да то есть это не муж сказал сказали профессионалы другого цвета волшебный помогает это конечно профессионалы и манжету еще так на деле профессионалы культурных у большей все культур культурные не существует тут все много разовое тут а машинка для ремонта я их называю так это 8 это лоджик 8 это как борщ вот лишь одна многоразовый хотел сказать бак разборный бак то есть машинку можно миллион раз ремонтировать хотя она один раз и легко ремонтируется слушай там нет какого-то тазика давай надо слить эту воду и достать воду можно слить потому что воды еще немножко давай короче поставь слив и отжим селектор слив либо отжим либо либо слив отжим я не помню как там все 0 одна минута до ставь нажимать насос хорошо работает отлично работает насос не шумит выключаем просто вы куда открыла люк тогда на любую программу поставить просто просто все сейчас откроет нет стоп стоп вот тут у нас льва на расстоянии не нужно приступать где пустик тут я даже этим тестером не буду пользоваться просто мы достанем и все нет интернет этот даты надо было подбить по-другому очень очень увидел да ну да и в этих моделях концы со всех сторон я видел тогда покажу на полу слева справа чё-то круто да правильно да ну вот он легко достается опа опа сейчас смотри сейчас мне знать что интересно вот что у нас под вот вот этой вот есть пробитие видишь они вот здесь начинают гореть ну уже правда это уже процесс это уже все это уже замена не обратимой это уже мы проходили иногда людей жалел оставлял потом до годик проходил и потом не горят а чушь вы нам не сказали то какой какой толковость на всякий случай флюк да я просто проверю но ничего не покажет скорее всего не не вот здесь он где-то лежит вот здесь вот прям около машинки около машинка короче если видите черноту чернота это уже деградация металла чернота это все всегда менять чтобы там прибор не показал просто поверьте вам опыта и моим гарантиям через год-два вы вернетесь на этот темп и будете менять его уж точно даже если тестер ничего не покажет до тестер может нам ничего не показать но 2 типа идеальный а ну-ка да еще раз этот метод провода сможешь найти проверочный провод у меня чуть-чуть погреем его ради прикола сейчас как зашипит вот видишь по распаряется уже ставь сюда просто и побелел сразу красивее что просто измеряем как бы покажет не покажет но все равно мы это состояние уже меняем по-любому потому что надо еще с водой если правильно лишь даже так ничего не может показать но моего опять же надо его хотя бы градусов до 60 погреть в общем визуал это ну я поэтому всегда даже тестером не тыквы достаем горела все не на замена потом уже можно там микрометром поиграться неважно за сколько денег он да давай аккуратно можно даже в воду его охладить визуал это все просто меня короче как я и говорил здесь только меняется тэн и амортизаторы больше ничего 2 амортизаторы обменяются здесь мы даже поставим со свободным вводом какие-то дешевые амортизаторы не дешевые без свободного ввода мы поставим со свободным хорошие и поставим дин дин динадет это черный пакет запчастями на входе как и рюкзак убираю да все можешь убирать вон цена мартизаторов заранее с собой взял это базовое время так надо хозяйку позвать сейчас объясним грязи да нет вообще нет вообще нет в общем так амортизатор я вам показал уже они у вас стучат это под замену и тэн достали видите черное и он в накид и наконец то есть он вот так должен все все меняется и дальше здесь без вопросов тоже потому что сделали плохое подключение на изоленту было муфта с изолентой а мы поставим штуцер мы сделаем это надежно ты там тряпку да я уберу все надо проверять да ну вот это которая была в этом важен да в этой ну вот ее отжать и мне я так чуть уберу просто за собой ведре ведре вот эту отжать и все все нормально все так вставили прокрутили пошла несколько немного датчик термодатчик держим и затягиваем затягиваем от руки ньютонов 5 10 не больше ставим все фишки на свое место ставится ставится тент поменяли теперь здесь откручиваем амортизатор как у него туда же высверливать ничего не надо гайку откручиваем на 10 там гайка на 13 все поставим до всегда большая все стандартно низ 13 вверх 10 вверх просто в пластик 10 там металл откручиваем уже снимать это не буду все понятны поменяли ты на марте уже хорошо уже не стучит возвращается еще там надо мартатор поменять вообще шикарно будет марта торопения обязательно менять потому что вот этот когда ее колбасит очень сильно вырывает трубка связи с атмосферой и она тоже течет это прям обязательно менять мастерам на будущее тогда все красиво уложено датчик протока гиркон квастоп клапана здесь все нормально пружина нормально слушай даю еще смазку надо смазку обновить где же где шуруповерт где шуруповерт вон там будет смазка да не не надо сейчас это и вытрую все шикарная машинка лишь 10 лет как новая да да пошли посмотрели уже вот это вот это снизу это датчик протока он же гиркон вот если будешь менять клапана всегда клапана покупай с этим датчиком датчиком протока да он будет сразу если купишь клапана без датчика протока он будет ошибку выдавать по заливу потому что капла клапана с датчиком и без датчика даже есть вот но все одинаково или не считая до датчики против протока имеет шестеренку и на одной шестеренке ну там типа 6 витков на 1 6 рынке магнит и вот этот раз она оборот посчитал 2 оборот оборот с 1 магнит на поле он замыкает тук 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 значит там 500 миллилитров ну где условно такие цифры я синий тук 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 не будет то все соответственно вот эта фишка вещь провода уходит это на активный аквастоп то есть тот клапан то же самое что клапан то есть помимо этого клапана двойной еще и клапан там есть это защита что если кто-то там крысы условно перережет вода не затопит людей он уже он всегда закрыта он открывается пока надо да 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 все правильно нормально закрытый да нормально замкнуты да здесь два клапана но тройная фишка то есть один провод типа управляющий ну то есть две фазы 10 сначала фаза 0 раз фаза 02 если 2 подается на условно то есть сначала залив на основном вот на предварительную на основном 2 сразу это у нас ополаскивать если не забирает ополаскивать и первое что ты делаешь чистишь не помогает меняешь клапана просто один клапан вот смотри вот этот клапан реже открывается он там пять секунд на предварительную шарик поднять вот этот клапан чаще открывается соответственно этот быстрее изнашивается если этот плохо открывается этот хорошо открывается то естественно поток будет неровные а больше в эту сторону и вымывать ополаскивать не будет поэтому если проблема него не вымывает ополаскиватель либо но сначала чистка потом проверяешь до ты клапана с датчиком протока меняешь без этого он открывается в целом он открывается тут все открывается большая вообще все можно достать все открыть что еще интересно тебе рассказать но это датчик уровня воды все понятно электронный до электронный при состав да тут уже давно трубе рассказал что они надежные никогда не менял честно в среднем лишь четырнадцатый год видно никогда вот на лоджик 8 за пять лет не менял никогда жизни вообще здесь ничего не разбалтывается противорес короче машинка крутая здесь тоже видишь как умели рама идет даже если снимаешь перед лишь он не да он не гнется вот лишь какая рама ну это правильно потому что эти сейчас современные современные уже чуть-чуть фольга грубо говоря дать ты чего бы не делал вот она рама это из а вот эта пружинка с этим с обтягивающим манжеты ты всегда вот знаете какую пружину вот это вот на которой а вот она ты и подцепляешь на ты и как-то я всегда смотрел ставишь ее вроде ближе к петлю это так никакой внешнюю это внутренняя внешне внешнюю да под под манжету советую не ставить люди открывают водичка остатки копы да по петлю люка либо правее не получится под левее ну просто легче под манжету не советую делать потому что люди открывать после отжима как капелька она ржаветь начинает один год ладно два-три года все она начинает ржаветь я всегда ее даже если было увожу влево влево либо право германии ведь товарищи декаду хочет но вот только то что делать раз и внизу да да спасибо да вот так это на щелчок на щелчок да тут все все на щелчке и это там еще один винт будет фоном блюдце последний теперь принеси наш этот то что ты сходил в машину переходники можно отключить пока так теперь теперь что мы смотрим мы смотрим тридцатка значит она вот так будет прямой угол найти это влево это влево шкидают ребятам это не надо короче весь 30 надо обновить можно вот это использовать ну так обрезать и сюда можно скорее всего вот этот будем использовать вот так сверху там да да вот этот стресса будем использовать здесь можно так кому ну насколько я делал смотри как он делается ну во первых вот эту надо снять короче сейчас сниму это естественно сына во вторых вот тяжело ничего на вот просто вот ничего туда нет 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 попробую открутиться я понял я точно фум ленту не надо ничего не 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 хомут тоже не надо у большая не надо вот умели еще ставлю баша ну можно на пластику это затянуть то на самом деле видишь они откручиваются не как я так пять лет ставлю ни одной гарантии поэтому я хомуты банально не очень можно даже не если что не ментал если нет а пластикам да да и вот и мы его сейчас пум вот так открутимся воткнем вот это естественно подожди а там резина да вы там-то вход да там вот вот она манжета видишь ну и сам тоже на видишь какое жесткое соединяем чтобы не было это да чтобы она не просто дай немножечко сейчас зачистим и все ящики да что вставим здесь все шикарно отлично и спереди амортизатор вернемся чуть чуть позже был к на башей что-то тут делает это найдут переходники даже вот такие вот резиночки у меня комплект для установки аске тут что-то забыл надо заняться немножко вот он вот их твоя один потерял потом 2 2 нашел ну короче какой-то так сняли нижнюю планку вот уже стружка от амортизатора вот и перед там уже все поценили и вот один из амортизаторов вот стружка уже демпфера ну фрикциона вернее его нет все этот амортизатор уже мертвый давай если мы вот так откроем видишь все уже мертвы поэтому мы и меняем то есть принципе можно и визуально смотреть но я всегда нажал все от меня тут уже опыта нет опыта нет горю опыт есть и мы ставим с освободным ходом крутой амортизатор который конфетка новый чувство и вот здесь вот ставим вот так он ставится также закручивается снимать и работать неудобно хотя если я вот так поставим наверное будет что-то это видно находим куда он ставится все дальше я беру трещотку вот так беру вот он был винт вернее на ощупь на ощупь на ощупь от его его наживил чуть-чуть и теперь по часам или щеточкой вот я просто закручиваю пальцем держу чтобы трещотка не выскакивала в этом плане потому что самый первый раз снимал вот этот весь передок снимал манжету снимал модуль но это очень много времени тут это еще опять же снимает нужно крышку верхнюю амортизаторы меняется заднюю крышку снял и вот это нижнюю планку все время экономится очень много поэтому поэтому вот так быстро работаем так закручиваем все села дальше у нас дальше у нас здесь винт пошел и теперь конечно же дырка для амортизатора с удачи ничего не втыкается то есть вообще ничего это именно для ремонта она сделана проблем по тону холдос сушка на действимся почему мы решили проблем от грей кофе чистки работает потому что ошибка понимаем все ты потену сказал напиши по датчику а датчик идет вместе с теном вот и все воткнули это воткнули флажочек ну что все машинка готова ставим сверху сушку и уходим так ребят мы закончили вот такой вот был день суббота я уже не помню чему суббота делали в принципе суббота тоже неплохой день и в плане контента и в плане заработка сегодня точно так же на 2 гарантии скатался ну как гарантии там ничего не взял мелочь с утра мы поменяли тэн потом я уже не помню а сейчас мы поменяли аморты и тэн тоже причем на не на своей машине работаю я сразу заехал сразу купил амортизаторы ты про кроме лоджика и по моему я уже в видео говорил самая любимая машинка для ремонта это лоджик 8 самое любимое лоджик 8 он же там сименсах и 800 таки 800 вот это вот все ну лоджик 6 естественно ложек 7 стройка не очень люблю но люблю ну просто демонтировать нужно как бы не так просто это все с фасадами и фасадами а так день хороший это сарафанка была здесь два года или даже три года мы сейчас не пообщались по 3 года назад я сушку чистил экологик вот до сих пор работает все отлично как бы стандартная чистка замена роликов все шикарно поспрашивал по сушке вопросов и претензий нет и теперь вот стиралка сломалась это вот эти профессионалы которые на изолентус усажают хорошо что я приехал да и вовремя мы поменяли амортизаторы то что амортизатор реально надо вовремя менять отрывает этот шланг пружины изнашивает в ту и вне втулки эти ушки барабана вот н может перегореть лучше на этом стадии его сразу поменять в этом плане прям даже повезло то что вовремя мы все поменяли и она будет дальше работать как я уверен в этом экологике сушки так я уверен в этом лоджике что средних строй службы вообще там типа 15-20 лет я и ремонтировала 15-летние то есть тут поверьте мне все будет с ним хорошо день получился неплохой и первый второй я думаю ролик тоже был неплохой я постарался максимально как бы не выключать камеру показывает общение показывает ремонт думаю кому-то будет уж точно полезно машинки сами неплохие плюс-минус премиум класс вот такие вот случаи были наведить надеюсь видос вам понравился хочу напомнить что есть telegram канал ссылка в описании мастера обмениваются опытом что-то там скидывает а клиенты находят будущих мастеров по всей россии начали в тему заявки писать кто откуда какой мастер короче на самом деле меня много мастеров смотрят прям реально много это очень хорошо это очень хорошо как и для клиентов так и для нас все мне приятно все спасибо за внимание надеюсь видео было для вас полезным до свидетель до свидания увидимся завтра пока 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 пока